здравствуйте меня зовут милена меди и в этом блоге я рассказываю о событиях которые происходят у меня дома в родном крыму а там вновь заговорили о проблеме воды поэтому сегодня подробнее обсудим эту тему поехали подконтрольной кремлю власти крыма признали что сейчас помимо коронавируса основной проблемой для полуострова является засуха и в этом году выпало наименьшее количество осадков за последние 150 лет в попытке возобновить подачу днепровской воды через северокрымский канал российские власти решили заговорить о проблеме на международной арене депутат госдумы и российский экс-прокурор крыма наталья поклонская обратилась к верховному комиссару оон по правам человека в своем письме поклонская действия киева назвала преступными и заявила что таким образом нарушаются права крымского населения с учетом того что они находятся в женеве далековато я решила прям вот письменно изложив все факты на доступном для всех участников он английском языке изложить суть проблемы указать какие нормы права международного права были нарушены и нарушаются по сей день уже шестой год украинской стороной в украине на подобные заявления отреагировали однозначно помогать россии никто не будет подачи воды возможно только в одном случае когда в крыму вновь поднимут украинский флаг соответственно до международного права полную ответственность за ситуацию на окупованном пивострове несет держава окупанты если они вернутся до официального киева очень простая ответственность освободите оккупированный крым освободите оккупированный донбасс забирайте свои войска с территории украины и мы вновим водопостачание для граждан украины на вильном крыму означает ли это что украина чем часто манипулируют российские сми бросила своих граждан которые остались на полуострове в том что местному населению воды хватало и будет хватать уверены не только украинские политики но и гидрогеологи проблемы возникают с обеспечением работы предприятий и сельского хозяйства проблема с водой в крыму да существует в севастопольском регионе также существует несмотря на то что местные ресурсы естественное природное они достаточны для удовлетворения крымчан и гостей крыма значит пресной водой пик курортный сезон вот для этого нужно просто поменять стратегию использования подземных вод для водоснабжения городов и населенных пунктов крыма руководство крымского рыбокомбината в красноперекопске попыталась направить свою жалобу из-за водной блокады в европейский суд по правам человека ранее были попытки обратиться в украинские суды с требованием возместить 60 миллионов рублей ущерба но рассматривать такие заявления не стали не только в киеве но и в страсбурге так осталось ли еще вода в крыму блогеры один за одним выкладывают видео с обмелевшими водохранилищами и озерами внутренний в утренних вод пополнять это водохранилище не хватает без притока северокрымского канала она наверное закончит свое существование и этой воды уже не будет а то что она высохла в середине мая уже сухое это говорит о том что скорее всего грядет какая-то экологическая катастрофа но мне так кажется я просто реально переживаю не дай бог крыму начнут высыхать все озера водоемы водохранилища это жесть друзья как так синоптики до конца лета дождей не прогнозируют но сама провозглашенной власти крыма жители успокаивают говоря что воды на полуострове пока достаточно воды у нас достаточно достаточно для маловодного периода то есть он ничем не отличается он не уходит в минус от наших многолетних наблюдений по маловодным периодом которые у нас чередуются каждые 4 5 7 лет ситуация стабильная нормальная затем как сложится ситуация с водой в крыму я буду следить и рассказывать вам в следующих блогах меня зовут милена медиа да телеканал дом подписывайтесь на нашу страницу facebook и на канал в youtube а еще пишите о том что происходит у вас дома пока